Иное измерение русской культуры Михаил Васильевич Ломоносов Биографический почерк Арсения Ивановича Веденского Читает Евгений Брасов-Кружковский Эпиграф Невод рыбак расселал по брегу студеного моря Мальчик отцу помогал Отрок, оставь рыбака Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы Будешь умы уловлять Будешь помощник царям Александр Сергеевич Кушкин В первой половине XVIII века Выведенная на дорогу европейской жизни и просвещения Россия не владела одним из необходимейших Орудий образования Развитым словом Разговорный язык, конечно, Недостаточен был для выражения новых понятий И представлений, свойственных Образованному обществу и наукам Книжный же тогдашний язык наш Сложившийся под влиянием русского монашества И западной образованности Шедший к нам через Киев Состоял из странной смеси языков Церковнославянского, латинского, русского А со времени Петра Великого Принял в себя также огромное количество слов Немецких и французских Он был неудобо понятен Обыкновенному русскому человеку Ищущему образование И в то же время Недостаточен для выражения Научных и образовательных истин И незначительное число русских Образованных людей Для выражения своих мыслей Должны были прибегать к языкам Иностранным Целому ряду представителей разных наук Предстояло при этих условиях Вырабатывать из обыкновенного русского языка Язык науки и образованности Или же должен был появиться Гениальный человек Который в одно и то же время Обладал бы и Необыкновенным пониманием духа Свойств и силы Русского языка И многосторонними познаниями Чтобы найти в нем элементы Для образования языка науки Такой гениальный человек И явился в лице Северного крестьянина Михаила Васильевича Ломоносова От крестьянской избы До столичных палат Преобразователя Языка огромной страны Путь длинный и тяжелый Был бы и в наше время Естественно Что судьбы Архангельского мужика Который Говоря словами русского поэта По своей и божьей воле Стал разумен и велик Не могли не сложиться Из ряда событий Исключительных Год рождения Ломоносова С точностью неизвестен Но если основываться На его собственном Данном им в 1754 году По требованию сената Показаний о числе его лет Нужно признать Таким годом 1712 Родился он в деревне Денисовке Кураостровской волости В нескольких верстах От города Холмогор Отец его и мать Дочь дьякона Из старинного В том крае селения Матигор Елена Ивановна Были люди не бедные У черносошного Крестьянина Василия Ломоносова Была земля Которую он владел На правах собственности И сверх того Он выгодно промышлял Рыбную ловлю По Мурманскому берегу И в других Приморских местах На своих Собственных судах Между которыми Было судно И большой величины С корабельную Оснасткой Когда Ломоносову Было лет десять Отец Начал брать его С собою Каждое лето И осень На рыбные ловли В море Они заходили Не раз До колы И даже В северный океан До семидесятого Градуса Широты Величавая В своей суровости Природа севера Оставила В пытливой Душе Мальчика Глубокие Впечатления О чем Свидетельствуют Его произведения По зимам Ломоносов Жил дома И здесь У одного Священнослужителя А по другому Известию От христианина Ивана Шубного Выучился Читать И писать По-русски Читал он Вначале Только церковные Книги И по рассказу Записанному Вероятно С его слов Через Два года Учинился К удивлению Всех Лучшим Чтецом В приходской Своей церкви Так что Нередко Биван был Не от сверстников По летам Но от сверстников Своих По учению За то Что стыдил Их превосходством Своим Перед ними Произносить Читаемое К месту Расстановочно Внятно А при том И с особою Приятностью И ломкостью Голоса В доме Одного Из соседей Дудина Он Увидал Замечательнейшие По своему Времени Недуховные Книги Самые Крупные И едва Не единственные Представители Книжной Мудрости В Допетровской Руси Именно Грамматику Смотрицкого И арифметику Магнитского Напечатанные В Петербурге В царствовании Петра Великого Для Навигацких Учеников Ломоносов Выпросил Их У Дудина Не расставался С ними Никогда Носил С собой Везде И непрестанно Читая Вытвердил Наизусть Он Называл Их Потом Вратами Своей Учености На Тринадцатом Году Ломоносов Был Совращен Раскольниками Толко Беспоповщины Но Держался Их Учение Только Около Года Скоро Поняв Их Заблуждение Вот Все Что Известно О Детстве Великого Творца Русского Литературного Языка В 1731 Году В Январе Месяце Ломоносова Мы находим В Москве В Спасских Школах Бег Своего Сродина Облеклось Воображение Потомства В различные Сказания Обставилось Различными Подробностями Которые Частью Прямо Опровергаются Достоверными Данными Несомненно Тем не менее Следующее Не находя На родине Удовлетворения Своей Страстной Жажде Знания Ломоносов Узнал От своих Учителей Что Только В Москве В Киеве До Петербурга Можно Можно Научиться Латинскому Дома И поступить В одну Из Тамошних Школ Жизнь У отца К тому же Была Для него Далеко Не красна Мать Его Умерла Отец Женился На другой И Злая И Завистливая Мачеха По словам Самобола Моносова Всячески Старалась Произвести Гнев В отце Его Представляя Что он Всегда Сидит По-пустому За книгами Для того Прибавляет Ломоносов Многократно Я принужден Был читать И учиться Чему Возможно Было В уединенных И пустых Местах И терпеть Стужу И холод И вот 7 декабря 1730 Года Он Добыл При помощи Управляющего Тогда В Холмогорах Земскими Делами Милюкова Паспорт Достал Взаймы Несколько Денег И Ничего Не сказав Домашним Ушел В путь Направляясь К Москве Добравшись После Различных Разными Лицами Различно Рассказываемых Приключений В первопрестольную Столицу Русскую Где Назвавший Себя Поповским Сыном Он Поступил В Заиконоспасское Училище О времени Когда Ломоносов Учился В этой Школе Известий Сохранилось Так же Немного Детей В день Школьники Он 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 Себя Тогда Он Начал Учиться По-гречески А в свободные Часы Рылся В монастырской Библиотеке Читал Летописи сочинения отцов церкви и другие богословские сочинения, попадались в его руки и книги по философии, естествознанию и математике. За иконоспасская наука и библиотека скоро перестали удовлетворять запросы пытливого ума Ломоносова, и он обратился к Архимандриту с просьбой послать его на год в Киев для занятий философией, физикой и математикой. Но и в Киеве его положительный ум, наклонный к естествознанию, нашел лишь схоластические словопрения. Ломоносов пробыл там меньше года, занимаясь чтением летописей и других книг, написанных на славянском, греческом и латинском языках, и воротился в Москву. Этими немногими фактами исчерпывается все, что достоверно известно о времени учения Ломоносова в Москве и в Киеве. Остались еще незначительные стихи, написанные знаменитым писателем в московском училище в наказание за учиненный им школьный проступок, такие как, например, «Услышали мухи» и прочее. Услышали мухи медовые духи, прилетевши сели, в радости запели, едва стали ясти, попали в напасти. Увязли бы ноги, ах, плачут убоги, меду полизали, а сами пропали. В 1735 году по представлению барона Корфа сенат распорядился, чтобы из учеников Спасской школы были высланы в Петербург в Академию наук 20 человек для слушания высших наук от профессоров той академии. В числе этих 20 молодых людей приехал в Петербург в январе 1736 года и Ломоносов. Между тем, еще раньше шла переписка того же барона Корфа с заграничными учеными об отсылке нескольких молодых людей в Германию для изучения химии и горного дела в видах государственных нужд России. И в сентябре названного года Ломоносов с двумя товарищами выехал за границу в Марбург к знаменитому христиану Вольфу. Пять лет прожил Ломоносов в Германии и, говоря словами одного из его авторитетных биографов, «Благодаря гениальным способностям своим, трудолюбию и деятельности, узнал все, что узнать было можно, овладел современную наукою и почувствовал, что может сам идти еще далее по указанному пути, может повести за собою своих соотечественников, может учредить науку в России в любезном своем отечестве». По письмам Вольфа Ломоносов с неутомимым прилежанием слушал лекции химии, прилежно посещал лекции в Марбургском университете математики и философии, а преимущественно физики, и с особенной любовью старался приобретать основательные познания. «Нисколько не сомневаюсь», — прибавлял знаменитый ученый, «что если он с таким же прилежанием будет продолжать свои занятия, то со временем, по возвращении в Отечество, может принести пользу государству». В заграничной жизни Ломоносова, о которой имеются уже достоверные и важные известия, перед нами в первый раз вырисовывается нравственная и умственная физиономия его. «Это была натура страстная, живая, не чуждое увлечение молодости, но человек с резкою определенностью стремлений и с выдающейся волею». «Деньги», — писал Вольф про молодых людей, товарища Ломоносова и про него самого, «Они прокутили, не заплатив того, что следовало, а потом, добыв себе кредит, наделали долгов». Но в то же время знаменитый ученый не мог позже не заметить. У господина Ломоносова, по-видимому, самая светлая голова. При хорошем прилежании он мог бы и научиться многому. И в другом письме прибавляет, «Более всего я еще полагаюсь на успехи господина Ломоносова». Он, по-видимому, и раскаивается в сделанных долгах. В июле 1739 года студенты наши оставили Вольфа и переехали в Фрейберг к Генкелю для изучения металлургии. С этим немецким ученым Ломоносов не поладил. И в следующем 1740 году самовольно уехал от него в Лейпциг, надеясь найти там русского посланника, побывал в касселе, все это в обстоятельствах с материальной стороны крайне затруднительных, и, наконец, отправился опять в Марбург, чтобы у старых приятелей своих запастись деньгами. Здесь он в июне месяце, не испрашивая дозволения, женился на дочери умершего члена городской думы и церковного старшины Елизавете Христине Цилих, вероятно, по любви. Из Марбурга Ломоносов побывал во Франкфурте и затем водою проехал в Голландию, в Гагу, к русскому послу графу Головкину с просьбой помочь ему в его положении. На этом именно пути, как нужно думать, случилось с ним обстоятельство, могшее навсегда лишить Россию ее первого гениального ученого и писателя. Вот, что рассказывает об этом товарищ Ломоносова по службе, академик Штеллин. В расстоянии двухдневного пути от Марбурга, по дороге в Дюссельдорф, Ломоносов зашел по большой дороге в местечко переночевать. Тут нашел он королевско-прусского офицера, вербующего рекрут, с солдатами и с несколькими новобранцами, которые весело пировали. Офицер пригласил его поужинать в их компании, собеседники расхваливали ему королевско-прусскую службу и так напоили его, что, проснувшись, он не мог ничего припомнить, что было с ним вечером. Между тем, на шее у него оказался красный галстук, в кармане несколько прусских монет, офицер назвал его славным молодцем, которому, наверное, посчастливится в королевско-прусской службе, а солдаты величали его товарищем. Попытки протестовать, конечно, не повели ни к чему. Ломоносов сделался королевско-прусским рейтером и дня через два вместе с другими рекрутами был отправлен в пограничную крепость Везель. Он решился бежать, при первом удобном случае еще с дороги, но за ним хорошо присматривали, и это ему не удавалось. Тогда он притворился очень довольным своим новым положением. К счастью, его поместили в Везеле не в городе, как большинство рекрут, а в крепостной караульне, заднее окно которой выходило прямо на вал. И вот, спустя несколько недель, проснувшись как-то после полуночи и заметив, что все крепко спят, он осторожно вылез из окна, на четвереньках прополз, в темноте мимо часовых до валу, бесшумно переплыл два рва и перешел в вал, разделяющий их, вскарабкался на контр-экарп, перелез через палисад и с Глазиса выбрался в открытое поле. Самое трудное было сделано, но граница Пруссии лежала более чем в немецкой миле от крепости, и Ломоносов в мокрой солдатской шинели обвязав шею носовым платком вместо красного галстука, насколько хватало сил, поспешил к границе. Не прошел он и четверти пути, как стало светать, и вскоре он с трепетом услышал пушечный выстрел, сигнал о бегстве солдата. Он побежал изо всех сил, по временам оглядываясь назад, вдали показался вскоре скачущий во весь опор кавалерист, но Ломоносову удалось перейти Вестфальскую границу, и здесь он скрылся в ближайшем лесу. Вечером он снова пустился в путь, выдавая себя везде за бедного студента. Ломоносову удалось достигнуть Гаги, но граф Головкин отказал ему во всякой помощи, не желая ввязываться в дело, касающееся Петербургской академии. Ломоносов возвратился в Марбург. Он упражнялся там в алгебре, намереваясь оную к теоретической химии и физике применить, а между тем отправил в Петербургскую академию донесения и оправдания своих поступков, прося позволения и средств отправиться в Гарц, где бы он мог свою горную науку совершить. Но академия предписала Ломоносову возвратиться в Петербург, выслав ему деньги на дорогу. Достоверных известий о том, как и каким путем Ломоносов ехал в Петербург, не имеется. Но в начале июня 1741 года он был уже в столице. Ломоносов приехал в Петербург, уже зарекомендовав себя хорошим стихотворцем. Еще в 1738 году он прислал в Академию стихотворный перевод Оды Фенелона, а в конце следующего 1739 года из Фрейбурга пришла от него в Петербург Ода на взятие Хотина, которая должна была поразить современников красотою языка, возможность которого тогда едва ли кто мог и подозревать. Известие о том, будто бы Ода эта была напечатана и произвела огромное впечатление при дворе и среди русских вельмож и русского образованного класса людей не подтверждается. Но ее многие могли узнать в списках от академиков. Легко может быть, что она попала и к вельможам, и в этом случае не могла не обратить внимание на Ломоносова, стоило только сравнить язык его с тем, которым писали другие. Вот какие стихи писал патентованный тогдашний стихослагатель Тридьяковский. «Воспевай же, Лира, песнь сладку, Анну, то есть благополучну, К вящему всех врагов упадку, К несчастью в веки тем скучну». И вдруг рядом с этими некрасивыми вершами раздались торжественные поэтические звуки. Восторг внезапный ум пленил, видит наверх горы высокой, где ветер в лесах шуметь забыл, в долине тишина глубокой. Внимая нечто, ключ молчит, Что меж травой в лугу журчит, Из холмов вниз шумя стремится. Лавровы вьются там венцы, Там слух спешит во все концы, Да лечит дым в полях курица. Появление Оды Ломоносова Было целым переворотом литературным. На ней лежали следы влияния немецкого поэта Гюнтера, Но этого в России никто не знал, Да и это обстоятельство Нисколько не помешало бы впечатлению От произведения нового стихотворца, Сумевшего найти в русском языке Столь непривычные для всех красоты. Ломоносов и сам понимал Значение совершаемого им дела. В письме, посланном вместе с Одаю, Он говорит, Я не могу довольно о том нарадоваться, Что российский наш язык Не токмо бодростью и героическим звоном Греческому, латинскому и немецкому Не уступает, Но и подобную он им О себе купно природную И свойственную версификацию Иметь может. Сие толь долго пренебреженное Счастье, чтобы совсем забвений не осталось, Умыслил я наши правильные стихи Из некоторых определенных стоп Составлять. Итак, Ломоносов явился в Петербург, Уже ярко обнаружив Свои выдающиеся дарования. Представив Надлежащую диссертацию И докончив По поручению Академии Составлявшийся тогда каталог Минералов Петербургского музея, Он, после, впрочем, Значительных проволочек Определен был в январе 1742 года Адьюнгтом физического класса, А несколько лет спустя, В августе 1745 года Утвержден профессором химии. С назначением в Адьюнгте И потом в Академике Для Ломоносова Начинается новый период Кипучей деятельности И рядом с тем Борьбы С академическими Немцами. Чтобы ясно понять Значение и этой деятельности И борьбы Нужно представить себе С возможной отчетливостью Состояние тогдашней Петербургской Академии Не развивавшейся, естественно, В стране, а Созданной искусственно, Хотя и с благою целью И распространения Просвещения в России. Во главе Академической канцелярии Стоял советник Шумахер. Человек, Научными заслугами Не отличавшийся, Но ловкий. И настойчиво стремившийся К такой безусловной Власти в Академии, Что восстановлял Против себя даже И соотечественников немцев. В 1745 году Ему удалось усилить Значение в Академии Впоследствии Зятия его Тауберта. И под их произволом И злоупотреблениями Ученое учреждение Совсем перестало Соответствовать той цели, Для которой существовало. Написавший Историю Академии того времени Академик Пекарский, Далеко не расположенный Относиться отрицательно К немецкому влиянию В России, говорит. Они, Шумахер и Теплов, Действовавшие Заодно с ними, На первых же порах Постарались показать Ученым Пределы своей власти. Само собой, Разумеется, Что при этом Случае науки, Их успехи И процветания, Все это отходило На дальний план. И усилия Направлялись более к тому, Чтобы Академический корпус Держать В непрестанном Опасении И безусловной Покорности. Оба распорядителя Академии, Шумахер и Тауберт, Неблагосклонно Смотрели на проникновение Русского элемента В ученое общество. Первый из них Говаривал, Яде великую Прошибку В политике своей Сделал, Что допустил Ломоносова В профессоры. А Тауберт Сознавался. Разве Динам Десять Ломоносовых Надобно? И один Динам В тягость? С другой стороны, Даже и те Иностранные Ученые, Которые Не способны Были На злоупотребление, Обнаруживали Презрение К русским Почти Нескрываемое, Что применило Даже К Шлёцеру, Позже Знаменитому Исследователю Русской Истории И Древности. В одной Из черновых Записок Ломоносов Возмущается, Например, Тем, Что Шлёцер Производит Русские Слова Боярин От Барана, Дева От Диеб Вор, Король От Керль, Князь От Кнехт И тому Подобное. Естественно, Что Ломоносов, Несмотря на Долгое Пребывание За границей, Оставшийся Горячим Патриотом, Страстно Стремившимся К насаждению И приращении Науки В России, Стал Во враждебное Отношение Ко всем Этим Иностранцам, Видя в них Помеху, А не Делателей Русского Просвещения. И вся Академическая Жизнь Полна Дрязг, Препирательств И Огорчений. Сам Он Был Характера Страстного, Тяжелого И Неуступчивого, Притом Пил Неумеренно И во Многих Случаях Переходил За границы Благоразумия И справедливости. Но В общем, Говоря Словами Академика Пекарского, Во всех Действиях Ломоносова Проглядывалось Чрезвычайно Много Благородного, Возвышенного И Гениального. Немцы Платили ему Старицу За его Враждебные Действия. Не говоря уж О Шумахере И подобных Ему, Даже знаменитый В последствии Шлёцер Считал Уместным С пренебрежением Говорить Об Оде Ломоносова На взятие Хотина И даже О его Грамматике Русской. К этому Присоединились Враждебные Отношения К Ломоносову И со стороны Завидовавших Ему Русских Людей Тредяковского И Сумарокова. Гимн Бороде Ломоносова Вызвал Со стороны Первого Целый ряд Доносов И Преследований, А Сумароков, Даже Идя за Гробом Ломоносова, Не мог Удержаться От Злобных Замечаний. Памятником Этих Пререканий Остаются Ответные Эпиграммы Ломоносова. К счастью, Для нашего Отечества Все Истинно Русские Люди И между Ними Многие Вельможи С гордостью Следили За деятельностью Ломоносова, Талантами И ученостью Далеко Превосходившего Академиков Иностранцев. Шуваловы, Воронцовы И другие Были Его Друзьями, А со Стороны Императрицы Елисаветы И потом Екатерины Ему Оказаны Были Милости, Давшие Ему Независимое И Почетное Положение. Между Тем Шла Своим Чередом Его Ученая И Литературная Деятельность, И В ней То Выразился С Великою Силою Гений Ломоносова. Его Рассуждения По Естествознанию Вызвали, Например, Следующий Отзыв Знаменитого Эйлера. Все Сии Диссертации Не Токмо Хороши, Но и Весьма Превосходные, Ибо Он, Ломоносов, Пишет О материях Физических И химических Весьма Нужных, Которые Поныне Не Знали И И Истолковать Не Могли Самые Остроумные Люди, Что Он Учинил С Таким Успехом, Что Я Совершенно Уверен О Справедливости Его Изъяснений. При Сем Случае Господину Ломоносову Должен Отдать Справедливость, Что Имеет Превосходные Дарования Для Изъяснения Физических И Химических Явлений. Желать Должна, Чтобы И Другие Академии В Состоянии Были Произвести Такие Откровения, Какие Показал Господин Ломоносов. Нужно, Однако, Сказать, Что Научное Значение Ломоносова Не могло Заключаться В Исследованиях По Какой-либо Отдельной Специальности. Он Был Тогда Чуть Не Единственный Ученый Во Всей России А Один В поле Не Воин. Он Был Энциклопедист. И Все Его Стремления Направлены Были Не На То, Чтобы Вести Вперед Одну Из Специальных Отраслей Знания, А на То, Чтобы Сделать Доступными Русскому Языку Науки, Какими Он Сам Обладал И В деле Изложения Их В деле Терминологии В иных Случаях Он Был По Выражению Академика Пекарского Творцом И Почти Всегда Преобразователем Научная Деятельность Ломоносова Была По Существу Общественная И Педагогическая Среди Своих Неблагоприятных Условий Он Хлопочет И Добивается Устройства Первой В России Химической Лаборатории Учит Производить Разнообразные Физические Химические Астрономические И прочее Наблюдение Исследует Законы Русского Языка И создает Грамматику И риторику Долго Бывшие Единственными Руководствами Для русского Юношества Занимается Русскую Историю Рядом С этим Случайно Заинтересовавшись Мозаическим Делом Исследует Его И добивается Учреждения Значительной Мозаической Фабрики И только Под его Влиянием Появляются При Академии Студенты Из которых Составился Позже Первый круг Полезных Русских Деятелей На поприще Науки Литература Стояла В те времена По степени Ремесла Оды И Надписи На разные Торжественные Случаи Входили В обязательный Круг занятий Академии И Ломоносову Приходилось Отдавать Этому делу Массу Времени И сил Большинство Надписей Его Составляют Даже просто Перевод Написанных На немецком Языке Штелиным Но И в этих Произведениях Он остается Великим Творцом Русского Языка От Оригинальных Же И свободных Его Произведений Как Вечернее Размышление Веет Истинным Одушевлением И Поэзией Лице Своё Скрывает День Поля Покрыла Мрачно Ночь Взошла На горы Чёрно Тень Лучи От Нас Склонились Прочь Открылась Бездна Звезд Полна Звездам Числа Нет Бездни Дна При Присменявшихся Тогда Царствованиях В Одах По очереди Всем Расточаются Похвалы И восхищения Но Помимо Явной Невозможности Писать Подобные Оды Иначе Повсюду Читатель Встречает У Ломоносова Не лесть Не угодливость А скорее Наставления Выражения Ожиданий Русских Людей Он Вечно Толкует О науках О необходимости Просвещения Призывает Царствующих Особ К покровительству Им К насаждению В стране Права И счастья Подданных К миру Представляя И военные Подвиги Только как Средство К достижению Мира Ломоносов Был слишком Благородно Горд Чтобы Листить Как-то Шувалов Заспорив С Ломоносовым И встретившись С его стороны Гордость И неуступчивость Сказал Я тебя Отставлю От Академии Нет Возразил Ломоносов Разве Академию От меня Отставят Не Токма У стола Знатных Господ Или у Каких Земных Владителей Дураком Быть не Хочу Заметил Он По другому Случаю Но Не же У Самого Господа Бога Который Дал Мне Смысл Пока Разве Отнимет И Это Было Немного Спустя После Того Как Тредяковского Делали Шутом Разные Вельможи И Когда В Европе Писатели Еще Не Пользовались Большим Значением Ломоносов Жил Семьей Выписав Из-за Границы Жену И Дочь Года Два Спустя По Приезде В Петербург Окруженный Комфортом И В Большом Чине Статского Советника Выбранный В почетные Члены Двумя Иностранными Академиями Он Оставался Простым Человеком С Любовью Вспоминавшим Свою Деревню И Жизнь На Севере С Родиной Он Не Прерывал Сношений По Рассказу Жившей У Него Племянницы В Доме Его На Берегу Мойки Нередко Появлялись Земляки Тогда На Широком Крыльце Накрывался Дубовый Стол И Сын Севера Пировал До Поздней Ночи С Веселыми Земляками Своими А К тому же Нередко Подъезжали В Раззолоченных Каретах Вельможи Дорожившие Славою И Достоинствами Поэта Выше Своего Гербовника Особенно Часто Шубалов Которого Знаменитый Писатель Принимал Нередко В саду Или На Том же Крыльце В Китайчатом Халате Ломоносов Выписал В Петербург Своего Племянника Крестьянского Мальчика Мишеньку Определил Его В академическую Гимназию И писал Сестре Я Об нем Стараюсь Как должен Добрый Дядя И Отец Крестный Отличавшийся Железным Здоровьем И Огромную Силою Ломоносов Прожил Однако Недолго Смерть Он Встретил С Отличавшей Его Твердостью Я Я Не Тужу О Смерти Писал Он На Клочке Бумаги Пожил Потерпел И Знаю Что Обо Мне Дети Отечества Пожалеют Он Жалел На Смертном Одре Что Не Мог Совершить Всего Того Что Предпринял Для Пользы Отечеству Для Приращения Наук И Для Славы Академии И Теперь При Конце Жизни Должен Видеть Что Все Его Полезные Намерения Исчезнут Вместе С Ним Умер Он Четвертого Апреля 1765 Года Во Второй День Светлой Недели Погребение Его Было Великолепно На Нем Присутствовали Петербургский Архиерей С Высшим Духовенством Сенаторы И Многие Вельможи Ломоносов Погребен В Александро-Невской Лавре Канцлер Граф Воронцов Поставил На могиле Его Великолепный Памятник Из Карарского Белого Мрамора Арсений Арсений Ведянский Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Читано по изданию сочинение Михаила Васильевича Ломоносова «В стихах» под редакцией Арсения Ивановича Беденского. Санкт-Петербург. Издание Маркса. 1893 года.